Брест уверенными шагами идет к своему тысячелетию. Год от года город разрастается, появляются новые микрорайоны, которые заселяют молодые брещане. Расширяется магистральная сеть. К сожалению, отдельные транспортные артерии, построенные в середине 20 века, сегодня ощущают серьезную нагрузку. Проектировщики тех лет даже не могли предположить, насколько увеличится автомобильный поток. Именно поэтому проекты в сфере модернизации дорожной инфраструктуры сегодня актуальны как никогда. В рамках подготовки города к тысячелетию был разработан план, утвержденный президентом. В него вошли два крупных объекта дорожной коммуникации, строительство уникального комплекса «Западный обход», а также реконструкция Кобринского путепровода. К слову, о последнем. Сегодня здесь работы вышли на очередной уровень. Основные виды работы выполняют мостостроительный трест наш, и он связан, прежде всего, с разборкой существующего пешеходного путепровода, на месте которого будет сооружаться новый путепровод, по которому предполагается, что будет сбрасываться движение. Ну, работает на сегодняшний день на строительной площадке три основных субподрядных организации. Это организация «Одиноподрядчик дорожной строительства номер 4», «Мостостроительный трест», о которой я уже говорил, и отдельная организация, которая занимается выносом коммуникации. Кобринский путепровод – важный элемент главной городской магистрали. Именно он является связующим звеном между центральным районом областного центра и восточной частью. Процесс обновления заметен тем, кто ежедневно перемещается по магистрали. Коммуникации, которые шли внутри путепровода, уже успешно перемещены. Кроме того, демонтирован коридор для прохода моста пешеходами. Закрыт съезд на улицу Краснознаменную. Можно сказать, что уже по одному блоку, это блок называется «Подрядные работы», они завершены. Этот блок включал в себя перенос коммуникаций, которые здесь находились, проходили. Это вынос теплотрассы, водопроводы. Эти работы были завершены у нас досрочно, что позволило нам приступить к основному этапу работ, который вы сейчас наблюдаете, согласно нашего графика, где-то на 31 день раньше. Еще один интересный проект будет реализовываться в областном центре в рамках программы трансграничного сотрудничества. Он был одобрен на заседание мониторингового комитета. Реализовывать инициативу брестские специалисты будут совместно с коллегами из города Белоподляска, Польша. Планируется, что на выделенные грантам средства, а это 1 миллион 149 тысяч евро, в Бресте будет установлена умная транспортная система, электронные программируемые дорожные знаки, светофорные объекты, реверсивные полосы движения и так далее. За последние годы в городе Бресте увеличилась загруженность улично-дорожной сети, что в свою очередь требует непосредственно и увеличения пропускаемой способности на дорогах города Бреста. Одним из методов, как мы видим, является создание, а также внедрение интеллектуальной транспортной системы. Такие мероприятия позволят, в свою очередь, перераспределить транспортные потоки с магистрали с большей загруженностью на магистрали с более низкой интенсивностью движения. Также поспособствуют увеличению средней скорости развития автолюбителей по городу Бресту. Пока проект только на бумаге, однако авторы и партнеры уверены, первые шаги в реализации новой инициативы будут сделаны уже в 2018-м.